Ну что, друзья, я нас поздравляю, режим ХЗ, или как его красиво называют чиновники, режим самоизоляции, продлённый неопределённый срок, статус бессрочно, короче, данному явлению присвоен, пока, правда, об этом объявили в Свердловской области, ещё в паре регионов, где всё должно было закончиться послезавтра, 20-го числа, но я уверен, что это нюансы. Уже в обозримом будущем, на следующей неделе, скорее всего, наш великий кормчий посадит на бессрочку всю страну, и вот вы знаете, такое омерзительное чувство сейчас испытываю, опять кинули, вот эти вот полумеры, которые ребятишки предпринимали на протяжении 4-х недель, ни к чему не привели, да и не должны были, поскольку это даже не полумеры, это недомеры из разряда, давайте погадаем на ромашке, помолимся, какого результата можно было ждать. Печально, но получается, что мы месяц просидели в заперти просто так, сейчас происходит обнуление, господа, нас украли, месяц жизни, месяц как на кошках, на нас тренировались, итог, отсидка в зачёт не пошла, возвращаемся в зад, в 25 марта начинаем всё сначала, вот эти вот недоделанные, которые окопались во власти, они зачем там сидят? Их шалман целый, а толку ноль, если бы месяц назад Путин поступил как настоящий лидер, как дальновидный руководитель, как мужик, в конце концов, приняв взрослое решение, введя режим ЧС, объявив тотальный карантин настоящий, а не вот этот вот, ой, выходные, давайте устроим, потом сопли пожуём, чё-нибудь ещё придумаем. Сейчас бы мы не говорили о бессрочном звездеце, который неизвестно как аукнется, хотя почему неизвестно, известно, задница нас ждёт по всем фронтам, сейчас бы уже опасность возникновения эпидемии на нет сходила, Можно было бы постепенно начинать возвращаться к нормальной жизни, но нет, наш трусоватый, жадноватый, прошу отнестись к этому с пониманием, снова всех переиграл, включая самого себя, халуи или заблюды, помогли закопаться в опу, ещё глубже, это спецпроект реальной журналистики, Кремлёвская обсерватория, здесь мы обсуждаем наиболее абсурдные новости, попадающие в ленту, начинаем! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стало известно не вчера, об этом говорили с конца 2019 года, но нам было пофиг, сам вирус нам дал вот такую фору, он ведь до России добрался только к весне, в то время как все остальные страны закрывались на карантин с января, нам бы воспользоваться этим подарком, изучить опыт других, их ошибки, сделать выводы, подготовиться Нет! Мы какой-то фигнёй в это время занимались, насмехались над соседями, брали людям напропалую, это делали чиновники, это делали их шестёрки-пропагандисты, дебилы-прихлебатели, зарабатывающие себе на пару огрызков Все страны закрылись друг от друга, ты что ты натворил во всём мире? Так вот нет никакого коронавируса, это политика тобой придуманная, вот мы это его сегодня разорвём, а вируса как не было, так и не будет, во всяком случае, не просто во всём мире, а в нашей стране его нет А ведь история неоднократно показывала, попытки затихарить проблему всегда выходили для нашего народа боком Начало войны давайте вспомним, о том, что Гитлер нападёт на Советский Союз было известно заранее, но тех, кто об этом тогда говорил, называли провокаторами, карали Итог, мы оказались не готовы к войне, погибло много людей, она получила затяжной характер, там даже военные не готовы были На них танки прут, а у командиров половины личного состава в увольнении, боеприпасов нет, хоть камнями в эти танки бросайся Или другой пример, трагедия в Чернобыле, 26-го как раз памятная дата случится Месяц советское правительство пыталось утаить информацию о произошедшем, пока в Европе набат бить не начали, потому что радиоактивное облако до них долетело, а у нас всё прекрасно Мы в это время первомайскую демонстрацию устраивали в Киеве, к празднованию Дня Победы готовились, как и сегодня Тысячи людей пострадали от радиации, получили рак, их можно было спасти Но мы же не имеем права портить статистику отчётов, сейчас та же история В отчётах всё великолепно, вот вчера в официальном паблике Челябинска цифры публиковали 60 заражённых коронавирусом 60 человек всего на всю Челябинскую область через месяц после объявления об угрозе пандемии где? В регионе, в котором каждый пятый от онкологии умирает, потому что там отвратительная экологическая обстановка А значит, что люди ослаблены, ну и иммунитет Но Текслер про 60 заражённых и врёт отчётность, потому что превыше всего кто он после этого И у нас везде так Дорогие друзья, всё проходит И это пройдёт Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания И печенеги её терзали, и половцы Совсем справилась Россия Победим и эту заразу И даже тогда, в марте, повторюсь, ещё был шанс избежать угрозы эпидемии И как следствие вот этой вот бессрочной засады, которая очень скоро шарахнет Конкретным негативом нужно было просто принять волевое решение Месяц перетерпеть, взять на себя ответственность некоторым дедушкам Да, понесли бы убытки, но не такие, которые понесём теперь А теперь вот это вот видео я вам показывал две недели назад Его снял Юра Гиммельфарб в Саратове, вернее ребята из команды Юры На видео запечатлено, как люди толпятся в очереди у администрации Выполняя распоряжение безголового мэра о получении пропусков Сотни людей, которые в этой очереди перезаражали друг друга и потащили затем эту заразу по всему региону Просто потому, что какой-то дурачок-чиновник поспешил поглубже лизнуть головнюку Показать в своём отчёте Мы, мол, у себя пропускную систему ввели, противостоим вирусу по полной гайке Ага, только благодаря этому дубовому решению Ну и всё, что предпринималось до того, как свели на нет усугубили Напакостили То же самое затем повторилось в Ростове, в Казани Мне часто спрашивают, а зачем ты снимаешь свои эти видео? Ну раз по ящику ни о чём таком не говорят, так хоть я покажу и расскажу Тем же чиновникам, мол, ребята, не совершайте подобных дурацких ошибок Не будьте такими же глупцами, как этот саратовский мэр Ну, в результате Васька слушает да кушает На минувшей неделе наблюдаем всей страной пробки в московском метро Недоделанный Барлюрыч своим бестолковым решением о введении пропускного режима Сгоняет в одно место тысячи москвичей В социальных сетях люди публиковали фото и видео На некоторых станциях приходится ждать около получаса, пишут пользователи Полиция просит заранее готовить документы, чтобы не задерживать всех и быстро пройти к метро Подведём итоги Мы просто похерили целый месяц Ничего не добились, напротив, повторюсь, усугубили ситуацию Сегодня мы возвращаемся обратно в март Месяц бездарного простой экономики целой страны Миллионы новых безработных Тысячи разорившихся предпринимателей Ради чего? Просто ради никчемной репетиции настоящего карантина А будет ли он введён? Кстати, вот этот карантин, я здорово сомневаюсь Зато, не сомневаясь, за другом уже очень скоро нас ждёт страшное Могут начаться бунты, мародёрство, повысится уличная преступность Почему? Всё просто У людей нет денег Да даже те, кто живут очень бедно и получают очень мало Продержаться какое-то время, как раз месяц-два-полтора Смогли бы, но потом всё, у людей ни работы, ни доходов И они уже месяц тянут Теперь их обнулили им еды, скоро не на что будет купить А ещё их трясут коммунальщики, банки и бла-бла-бла Хотите, покажу, как исполняются указы деда в реале Вот зритель прислал на днях, вот так, это о выплате зарплаты в период вынужденного отпуска Я думаю, комментарии излишни Но ещё больше меня пугает другое Мы как-то совсем забыли, что в крупных городах живёт и работает огромное количество гастарбайтеров Про Москву сейчас даже говорить не буду, приведу пример попроще Из моего родного Екатеринбурга Сейчас вы видите рынок Таганский ряд Крупнейший вещевой рынок на Урале и в Сибири Только по официальным данным здесь работает порядка 200 тысяч человек И ещё всякие стройки и так далее И все эти тысячи людей остались без куска хлеба Уехать на родину они тоже не могут, границы закрыты Пока они где-то там отсиживаются, но очень скоро все эти тысячи По сути бездомных захотят жрать Они просто люди, и они, как и вы, иногда испытывают чувство голода Представьте, что начнётся, ну классно же, да? Наш великий император всех переиграл Это была Кремлёвская обсерватория Не хотел никого пугать Просто анализ ситуации сделал Завтра на стриме Валерий Рашкин Не болейте, всё, пока Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»